Здравствуйте! Этот выпуск мы решили сделать особенным и, как обещали, полностью посвятить его торжествам в честь Дня города. Наверное, впервые за несколько лет праздник проходит так рано. 19 мая Иваново открывает эстафету городов Центральной России, которые после нашего города фактически каждые выходные будут отмечать свои дни рождения. Повестка дня претерпела некоторые изменения. На площади революции вместо традиционного шествия пройдет концерт-открытие. Будут песни, пляски и много чего интересного. Площадки начнут работать с 10 утра. Ивановцы смогут их посетить. Но большинство все-таки начнут работу с 13 часов. Можно будет прийти на Площадь Победы и посмотреть на Монастырское подворье. В акватории реки Увадь будет фестиваль водных видов спорта, а у современника выставка ретроавтомобилей. Запоминайте свой маршрут. Будет много чего интересного. Впервые у нас в Иванове будет продемонстрирован в действии двухметровый самовар, который вошел в Книгу рекордов России. Я думаю, что это будет интересно посмотреть. Будет он расположен в сквере мастеров, там, где обычно у нас город мастеров проходит, который тоже, естественно, состоится. Новая площадка у нас появляется у бывшего Дома культуры Меланжевого комбината. Большой молодежный квест. В общем, всего не перечислить. Приходите, отдохнете, получите много положительных эмоций. Мы ждем вас. На арт-арбате, молодежном арт-арбате, будет масса молодежных площадок. Здесь будет огончарный круг. Здесь будет интересная лепка из глины, чашечек, кружечек и сувениров. Здесь пройдут спортивные мастер-классы от ведущих спортсменов и Федерации Ивановской области и города Иваново. Здесь будут интересные мастер-классы по танцам. Впервые здесь, на молодежный арбат, мы выводим наших учащихся, мастеров чайной церемонии. Они покажут, как работают волшебные китайские палочки. Они вырезают из бумаги удивительные иероглифы и главное. Они покажут мастер-класс по каллиграфии. Каждый желающий может нарисовать волшебный иероглиф счастья. Особенность иероглифа китайского заключается в том, что каждый, кто его напишет, он имеет возможность это счастье поиметь. Поэтому приглашаем вас за счастье, дорогие ивановцы. Студенты и выпускники Ивановского старшинополитехнического университета решили взяться за реализацию проекта «Живых статуй». Горожане могут приходить, фотографироваться, наблюдать за ними, смотреть. Можно даже немножко потрогать их, в принципе. Они порадуют вас какими-то аккуратными движениями, возможно. Такие вот актерские идеи, штучки. Будет граффити-фестиваль, посвященный столетию губернии. Будет проходить он на площади Пушкина, в день города Иваново. Старт будет в 2 часа дня, и финал этого граффити-фестиваля будет проходить в 8 часов. 12 художников смогут реализовать свои эскизы как раз на этих поверхностях. Вот, художники приедут из, пока, вот сейчас вот утверждаем с Москвой, точно приедут из Ярославля. И из Питера тоже один художник, вот ждем от него заявки. В этом году общественное движение КТАС совместное с Федерацией автомобильного спорта готовит большой автомобильный фестиваль, соревнования. Это Мэйфест и Ивановский чемпионат по дрифту, Иваново Дрифт Чемпионшип. Планируется большое количество машин. Это и дрифт, и тюнинг, и автозвук. Приедут с разных городов. Пошумим, погудим, сделаем много дрифта, будет много дыма. Всех приглашаем. Регистрация в группах ВКонтакте, отдельные ссылки. Все желающие, пожалуйста, ограничения только от 18 лет и наличие прав. Каждый год мы с особым нетерпением ждем Дня Города, для того, чтобы уже восьмой раз традиционно провести молодежный фестиваль уличных видов спорта Life for Real. Начало у нас с 13.00, парк имени Степанова. С 12.00 мы начинаем регистрацию райдеров, спортсменов, которые будут принимать участие в таких дисциплинах, как BMX, стритбол, пляжный волейбол и футбол, BMX и много различных экстремальных видов спорта. На самом деле будет зрелищно. В том числе мы приглашаем абсолютно всех горожан и гостей города. Ну и такая творческая зона у нас будет на главной сцене. Мероприятие называется «Экодень города». Оно, можно сказать, проходит третий раз. Только сейчас мы впервые выбрались на большую площадку на улицу. Мероприятие будет интересно всем людям, которые заботятся об экологии, о своем здоровье. Вообще идея в том, чтобы люди под словом «экология» понимали не только субботники, или какая-то уборка мусора, или спасение планеты, но и чтобы могли прикоснуться к бытовым привычным вещам, там еда, транспорт, одежда, мода, музыка, ну и вообще даже экологичные отношения в плане бизнеса и общения с детьми. Начнем мы со спорта, да, у нас будут мастер-классы по спорту, у нас будет арт-площадка, на которой можно посмотреть изделия, очень интересные полигональные животные. У нас будет очень хорошо и деткам, они будут находиться в комфортной, безопасной обстановке, смогут научиться рисовать, смогут научиться готовить, смогут научиться театральному искусству и много-много еще чего интересного. Территория семьи – это специально оборудованное место около кинотеатра «Современник», где будет расположена сцена со звуковым оборудованием, где будет расположена выставка, ярмарка, изделия народных художественных промыслов, мастер-классы, и площадка будет такая социально ориентированная, то есть ориентированная именно для семей, и большей частью, конечно, для многодетных семей. Например, мастер-классы, которые будут проводиться на площадке, они будут для многодетных семей бесплатные. С 14 часов мы начинаем регистрацию на парад двойняшек. В этом году мы ожидаем, что у нас придет более 150 пар или даже троек близнецов. Значит, начнется парад в 15 часов. Все время на площадке у нас будет концертная программа. Торжества в честь Дня Города завершатся традиционным конкурсом фейерверков. Он состоится где обычно, на площади Пушкина, но в этом году немного пораньше, начало в 22.30. Участвуют команды из пяти разных городов, в том числе из Нижнего Новгорода, Смоленска, ну и, конечно, Иваново. А зрители нашего телеканала смогут увидеть торжества в честь Дня Города в прямом эфире. Мы начнем трансляцию в 12.00 с парада открытия на площади Революции. А потом наши корреспонденты отправятся на разные точки. Вместе все посмотрим, во всем расскажем и все попробуем. Будет очень интересно. Оставайтесь с нами и увидимся в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова